МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новоуральской вещательной кампании программа «Грани». И сегодня мы поговорим о главном политическом событии, которая ждет всех нас уже этой весной в выборах президента Российской Федерации, избирательной кампании и ее особенностях в этом году. И сегодня у нас в студии Елена Валентиновна Малютам, председатель новоуральской городской территориальной избирательной комиссии. Добрый день! Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, дорогие телезрители! Елена Валентиновна, весь город в баннерах, кругом много информации в социальных сетях, по телевидению все гласит и говорит о том, что 15, 16, 17 числа все мы должны сделать свой выбор и проголосовать. Давайте начнем наш разговор с того, что вы расскажете о перечне избирательных комиссий, которые есть в Новоуральском городском округе. Перечень избирательных участков у нас сформирован. Для удобства избирателей мы перенесли два участка в публичные библиотеки, поменяли местами. Маленький участок, который был на первом этаже, мы перенесли на второй этаж, а участок, на котором голосуют больше 2000 избирателей, и он был в небольшом помещении второго этажа, мы спустили вниз. Избиратели там возрастные на этом избирательном участке, им, конечно же, будет удобнее. Потом перенесли избирательный участок в центре внешкольной работы, тоже внутри здания, то есть избирателям не придется долго искать свой избирательный участок, и тоже он расположен удобнее. По крайней мере, более красивое помещение выбрали, холл второго этажа перед актовым залом, там только что прошел ремонт. Там избирательный участок у нас небольшой, он охватывает наши коттеджные поселки на Ольховой, зеленый поселок и несколько домов многоквартирных, которые примыкают к центру внешкольной работы. Ну и главное изменение – это то, что был ликвидирован избирательный участок в деревне Пальники, и там мы в этом году будем опробовать новую форму голосования, так называемая дополнительная форма голосования, которая предусмотрена на выборах при многодневном режиме голосования. Вот мы с вами уже проговорили, что выборы президента будут проходить 15, 16 и 17 марта. Вот это вот как раз решение Центральной избирательной комиссии о том, что голосование будет проходить в многодневном режиме. Время голосования привычное – с 8 часов утра до 8 часов вечера. Голосованием, конечно же, охвачены сельские населенные пункты, но есть такие территории, где нет участков избирательных, да, как мы знаем. Каким образом там люди могут сделать свой выбор и принять участие в выборах президента Российской Федерации? Да, у нас таких населенных пунктов три. Это Пальники, про которые я уже говорила, это Елани, там всего 47 избирателей, поэтому и, собственно, и помещения для голосования там нет, там в основном дачный поселок. И Мурзинка. В Мурзинке тоже нет помещения для голосования. Поэтому в режиме многодневного голосования предусмотрено такое понятие, как дополнительная форма голосования. Она что из себя представляет? Это голосование в сельских населенных пунктах, ну, не обязательно в сельских, у нас на территории в сельских населенных пунктах, где нет помещения для голосования, и транспортная доступность, у которых снижена по сравнению с другими территориями. Вот у нас там ходят рейсовые автобусы, но они очень редкие, и мы обычно запускали свой специальный автобус для того, чтобы доставлять граждан. А сейчас, раз у нас многодневное голосование, нам предоставляется возможность организовать вот эту дополнительную форму. Что это такое? Избирательная комиссия будет формировать выездную бригаду специально для того, чтобы выехать вот в этот населенный пункт. Возьмем, к примеру, Пальники. К ним выездная бригада из Починка приедет в клуб на 3 часа в пятницу. В это время могут прийти все желающие в клуб проголосовать в переносной ящик для голосования организованно. Но когда вот это время определенное голосование заканчивается, комиссии предоставлена возможность проехать по всем дворам Пальников и охватить всех тех, кто не дошел до определенного пункта голосования. Точно так же можно в Морзинке поступить. Это будет в субботу 16 марта организовано. И точно так же могут поступить жители Ялани, зарегистрированные по месту жительства в Ялани. Для них тоже будет организовано место для того, чтобы вот так вот проголосовать у себя в населенном пункте. Елена Валентиновна, а какие есть в этом году вообще вот новые формы? Начнем с традиционных форм. Да, у нас уже жители привыкли, что у нас избирательные участки, где они голосуют по месту жительства. У нас есть привычная форма голосования вне помещения для голосования, когда выездная бригада на дом приезжает по вызову избирателя. Есть уже привычная форма голосования. Мобильный избиратель – это голосование по месту нахождения тех, кто уехал в командировку или отпуск. А в этом году впервые на территории нашего Новуральского городского округа будет проводиться дистанционно-электронное голосование. Так называемый ДЭК, да, о котором много говорят. Да, эту аббревиатуру уже всем на слух положили, поэтому я сейчас буду тоже оперировать ею. Это ДЭК. В Свердловской области ДЭК уже проводился. В единый день голосования в 2023 году голосовали жители Екатеринбурга, выбирая местную думу, голосовали верхние пышминцы. То есть опыт наработан. И именно поэтому Центральная избирательная комиссия определила Свердловскую область как площадку для дистанционного электронного голосования на выборах президента. Голосовать через ДЭК можно, начиная с 8 часов утра 15 марта и заканчивая в 8 часов вечера 17 марта по местному, естественно, времени. И голосование длится круглосуточно. А чтобы вообще стать участником дистанционного электронного голосования, что нужно сделать избирателю? Нужно ли где-то зарегистрироваться, куда-то написать? С 29 января уже начнется прием заявления о голосовании и по месту нахождения, и в дистанционном электронном голосовании. На портале Госуслуг откроется вот этот сервис. Голосование дистанционное электронное осуществляется через подачу заявления. То есть гражданин, который является пользователем портала Госуслуг, у которого есть подтвержденная учетная запись, у которого актуальные паспортные данные внесены в его личном кабинете, он имеет возможность подать такое заявление. Интуитивно понятные вопросы задаются порталом Госуслуг, и в итоге заявление подается, и в ответ на это заявление должно прийти подтверждение от сервиса Центральной избирательной комиссии. Если подтверждение получено, то гражданин имеет право в дни голосования, с 15 по 17 марта, голосовать через портал выборы дистанционно-электронно. Еще нужно помнить о том, что если гражданин подает заявление о голосовании дистанционном, и оно одобрено, то только до 11 марта можно такое решение свое отменить, то есть аннулировать это заявление. Если же заявление действующее, то проголосовать можно будет только дистанционно-электронно. Вот, допустим, не все же люди владеют, особенно старшее поколение различными электронными ресурсами. Кто-то может оказать какую-то помощь, поддержку в этом вопросе, если кто-то через ДЭК хочет сделать свой выбор? Но, допустим, сам не уверен, что владеет технологиями. Дело в том, что на территории города мы уже подготовили пункты дистанционного электронного голосования. Они такого волонтерского свойства, и помощь вот таким вот желающим проголосовать дистанционно избирателям будут оказывать работники библиотек наших публичной библиотеки. Есть несколько филиалов, и это основное здание Фрунзе-13, Центр общественного доступа к социально значимой информации. Такой же центр есть в публичной библиотеке в детском филиале на Первомайской, 11. Есть на Тегенцево-2 филин, читай город на Октябрьской. И в сельских населенных пунктах тоже работают библиотеки, обеспечивают помощь тем избирателям, которым такая помощь будет необходима. В регистрации, да, именно? И в регистрации, и в осуществлении голосования в дни голосования. А тут я хотела плавно перейти к мобильному избирателю, потому что даты те же самые. С 29 января по 11 марта можно подать заявление о голосовании по месту нахождения, так называемый мобильный избиратель. Но тут немножечко больше возможностей для мобильного избирателя предоставляется при подаче заявления. Это и портал государственных услуг, многофункциональные центры, мои документы, и территориальная избирательная комиссия уже начинает работу с 29 января по приему таких заявлений. Кроме того, с 6 марта по 11 марта, то есть вот буквально 6 дней, на эту тему будут работать еще и участковые избирательные комиссии. То есть гражданин может прийти на участок, на свой, на чужой участок, без разницы, и заявление такое подать, когда он вспомнил. Но не позднее 11 марта, потому что эти заявления все подвергаются обработке, и из государственной автоматизированной системы выборы выгружается нам полный список тех граждан, которые не будут голосовать на своих родных участках. И члены участковых избирательных комиссий их вычеркивают, вручную вычеркивают из списков избирателей своего участка. И напрашивается вопрос, кто же может голосовать на своем родном уже участке? На свой участок приходят граждане, которые зарегистрированы по месту жительства в границах этого участка. То есть у нас перечень избирательных участков, о чем мы начинали с вами разговор, он утвержден, и в этом перечне утверждены границы каждого участка. То есть те адреса, которые приписаны к конкретному помещению для голосования. Вот те граждане, которые зарегистрированы по месту жительства, а это значит, у них штамп в паспорте стоит, зарегистрирован по месту жительства по этому адресу, они приходят на свой избирательный участок, и там им выдадут бюллетень для голосования. Тут нужно понимать, что есть у нас такие граждане, которые сняты с регистрации по месту жительства, те, которые не имеют штампа в паспорте о регистрации по месту жительства, это так называемые бомжи, это не те, которые на теплотрассе ночуют, а вот те, которые не имеют регистрации по месту жительства. Для них предоставляется возможность подать заявление, выбрать избирательный участок, подать заявление в мобильном избирателе, либо прийти на избирательный участок специально для них организованный. Это участок в ДК Новоуральский, номер 2291. Там их проверят, не проголосовали они где-нибудь еще, и только тогда им выдадут бюллетень. А еще у нас есть такая категория граждан, которые приходят на избирательный участок и показывают свидетельства о временной регистрации по месту пребывания. Но прописаны в другом месте. А прописаны в другом месте. У них штамп в паспорте стоит, например, Екатеринбург. Такие граждане на этом участке не могут быть обслужены. Они должны голосовать там, где у них в штампе в паспорте стоит адрес. И это границы их избирательного участка. Вот там их место голосования. Ну или другими способами, да, возможными. Да, 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 такие возможные способы. Ну, большая работа ляжет, конечно же, на членов участковых комиссий. Сколько вообще у нас человек? У нас всего 499 человек члены избирательной комиссии, 490 постоянных. И 9 человек мы определяем в комиссию, которая работать будет в больнице. Это временный избирательный участок, который мы специально организуем для обслуживания пациентов нашего стационара. И все 499 членов участковых избирательной комиссии сейчас проходят обучение и будут участвовать в проекте «ИнформУИК». Давайте поподробнее, да, что это очень интересно. Да, этот проект организован в этом году специально центральной избирательной комиссии для широчайшего охвата избирателей и донесения до них всей информации и о дате времени, и месте голосования, о их избирательном участке, вот о чем мы с вами только что разговаривали, да, и о способах голосования, которые доступны этим гражданам и которыми они желали бы воспользоваться, но, может быть, не знают некоторых нюансов отдельных форм голосования. Вот члены избирательной комиссии пойдут по квартирам, постучатся в каждый дом и расскажут гражданам, как они могут проголосовать и как могут воспользоваться своим активным избирательным правом. Елена Валентиновна, мы побывали в один из дней на обучении, которое проходило в большем зале городской администрации у вас, да, вместе с членами участковых избирательных комиссий. Давайте посмотрим небольшой сюжет. Значит, нам надо определить, да? Ирина Васильева уже более пяти лет в участковой избирательной комиссии. Считает своим долгом не только лично участвовать в выборах, но и обеспечивать процесс на участке. Во время обучения предельно собрано и внимательно. Работать с людьми, объяснять, рассказывать и делать все для того, чтобы как можно больше людей, избирателей, приходило на выборы. Обучение и занятия для членов участковых избирательных комиссий проходят в преддверии каждой избирательной кампании, чтобы была возможность обновить знания и отработать все на тренировочной практике. На этот раз встреча была посвящена вопросам порядка проведения многодневного голосования и обеспечения сохранности избирательных бюллетеней. Это связано также с проблемой сохранности избирательной документации, которая будет храниться на избирательных участках. Комиссия закрыла избирательный участок, а бюллетени остались на участке. Как их сохранить до следующего дня и до подсчета голосов. Вот эти проблемы центральная избирательная комиссия утвердила своими порядками, и мы сейчас эти порядки должны изучить. Напомним, участковые избирательные комиссии сформировали в мае 2023 года. Состав обновился на 20%. Прибыла и молодежь, а некоторые ветераны ушли на заслуженный отдых. Среди членов комиссии люди разного возраста и профессий. Один из новичков – Михаил Сергеев. Почему вы решили вообще войти в избирательную комиссию? Смотрел за тем, что очень много молодых людей к этому начинают привлекаться, и самому стало интересно. Сложно вам, не сложно? Ну, конечно, сложно, потому что очень много нюансов, очень много правил, которые необходимо соблюдать. На практике члены участковых избирательных комиссий изучают технические моменты перегрузки избирательной бюллетеней из переносных ящиков в сейф-пакеты для хранения до момента подсчета голосов. На обучении руководители комиссии набивают руку в оформлении протокола об итогах голосования, изучают логику внесения числовых значений, исходя из порядка подсчета голосов. Максим Бабошин, к примеру, в качестве председателя комиссии второй раз. Впервые возглавил участок в 2022 году, когда мы выбирали губернатора и депутатов Думы Новоуральского городского округа. Сейчас самые серьезные выборы, выборы президента. Да, и, наверное, самое главное, что мной движет, это все-таки не остаться в стороне, быть участником таких событий. То есть это действительно исторические моменты, которые такие серьезные события, такие серьезные выборы, потому что подход к ним очень колоссальный, требует очень сильной подготовки, вот в этих организационных моментах очень много зависит от нас. Ну, я так думаю, что любая комиссия, которая здесь у нас в Горниверской, она справится с поставленной задачей. Прошло уже несколько занятий. На сегодняшний день в них приняли участие около 300 человек. Обучение продолжается. В сюжете мы сказали о том, что обучаете, в том числе и членов участковых избирательных комиссий, сортировать бюллетени. То есть в чем такая необходимость? Потому что, ну вот сколько мы делали сюжеты, снимали и сами ходили голосовать, практически на каждых участках стояли КАИБы, комплекс обработки избирательных бюллетеней. А вот тут для нас сюрприз приготовила избирательная комиссия Свердловской области. Она распределила комплексы обработки избирательных бюллетеней, а это ее имущество, распределила в наш областной центр. Ими будут оснащены избирательные участки Екатеринбурга. А мы будем считать бюллетени вручную. Это несложно на самом деле. У нас будет всего один бюллетень, поэтому рассортировать среди количества кандидатов, которые поименованы в бюллетене, и посчитать эти кучки, не составит на самом деле большого труда. Но мы сейчас проходим обучение для того, чтобы результаты этого подсчета были правильно отражены в протоколах об итогах голосования. Поэтому это серьезная очень работа, и члены избирательной комиссии очень ответственно относятся к этому делу. То есть Каибов не будет удивляться, не стоит избирателям. Да, Каибов не будет. Будут прозрачные белые ящики, стационарные ящики для голосования. Они будут специально запломбированы. И, открою еще небольшую тайну, они в течение всех дней голосования будут стоять на избирательном участке, заполненные бюллетенями, под охраной полицейского и под видеонаблюдением, которое специально монтируется сейчас сотрудниками Ростелекома. На каждом участке абсолютно. У нас видеонаблюдением будут охвачены 34 избирательных участка, а на остальных 9 избирательных участках будет работать видеорегистраторы. Елена Валентиновна, спасибо большое за содержательный разговор о таком важнейшем политическом событии, от которого зависит судьба нашей Родины, нашей России, да и каждого из нас с вами. Продолжим с вами такие вот встречи информационного характера, выйдем на участки, покажем телезрителям, как что там движется, как оборудуется, ближе уже к определенным датам. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова